Мне не удалось выяснить, а в 1613 году, как я уже говорил в Сосновке, русский король Фридрих Вильгельм III подарил эту усадьбу герою войны с Наполеоном, Фридриху Вильгельму Биллому фон Деневис. И вот это вот остатки его надгробия. В 1813 году. 13, да. Как? Нашли его, да? Нашли, раскопали в 1701 году и его разграбили полностью. Причем, за долг до смерти, наследный принц Нидерландов подарил ему сабли Наполеона. И эта сабля как раз в могиле и была. И меч, который ее выкрал, рассказывал, какая сабля, говорит, интересная, так все здорово. А я куда делал-то? Я, говорит, не помню, по пьяни все это. Ну, дикарик, в общем-то. Вот, да. Наполеонская сабля уехала куда-то. А была здесь? Была вот под этой могилой, под этим вот надгробием. Вот. Вот так в конце 19 века домик выглядел. Очень интересно. Здесь Анфилана прудов. Вот. Их здесь довольно много. Вот. Долгое время здесь находился клуб. Потом, с 80-го года здесь была дирекция, вернее, правление колхоза перед коммунизмом. Где был директором, писателем мой друг Юрий Григорьевич Онищенко. Помните, небось, Онищенко? Героический был человек. Святой просто. Вот. Он меня снабжал на праздник археологов мясом, как правило. Вот. Так что мы его очень любили. Вот. А похоронен как раз там, где мы сейчас только что были. На Ковровском кладбище. Вот. А потом, в 96-м году здесь устроили какой-то пункт возмещения переселенцев каких-то. Помните, программа была? Сотечественники всякие, узбеки и прочее. Вот. Они доломали все, чтобы не было. Это доломали аккуратненько. Вот. И буквально 3 года назад вот это крыло рухнуло. Вот оно, собственно. Вот это вот. Дело в том, что здесь что-то с гидроизоляцией было. И воды пруда, вот этот запрудок, если мы проникли, там, вы видите его. И вот здесь тоже пруды начинаются. А вот на фотографии пруд вот здесь вот был, получается? Нет. А, в той стране. А, в той стране. Он такой полукруглый. Я думаю, что здесь просто ручей был. Потом его запрудили в 14 веке. И получился от филада прудов. Вот. Подмылось все. Вот видите, как мокнут кирпичи. Вот, собственно говоря, фильтрует влага снизу наверх. Она может и сверху проникать от дождей и снега. А, ну, можете снизу, потому что здесь все сырое. Ну, посмотрите, вот можете пойти. Это настолько кирпич втягивает в себя? Втягивает. А он невероятно кирпич.